Стуловское сельское поселение. Здесь проходит граница между двумя муниципальными образованиями, Слободским районом и городом Слободским. Отменить границы и объединить два муниципальных образования в одно предлагают в правительстве области. Плюсы и минусы возможного решения сегодня обсудили в Слободском. Идею сделать из города и района два в одном собираются рассмотреть не только здесь. Эта же участь, возможно, ждет и Котельнич, и Вятские поляны. Зачем, объяснил на совещании Никита Белых. Во-первых, чтобы районы стали более самостоятельными, область собирается передать туда больше полномочий, имущества, ресурсов. А еще губернатор рассчитывает на этом сэкономить бюджетные деньги, сократив количество чиновников. Мы просто понимаем, что даже при не самых жестких действиях, речь идет об экономике, считаемой миллионами и десятками миллионов рублей, которые могут быть использованы муниципальным образованием объединенным для решения других задач. Местным чиновникам это хоть и грозит массовым сокращением, губернатора поддержали. И поспешили заверить, объединение неизбежно, и больше того оно уже началось. Вот, например, городские жители давно лечатся в районных больницах, а деревенские школьники учатся в городе. Правда, когда речь зашла о ЖКХ, разногласия в рядах городских и районных властей все же возникли. Не в обиду коллегам из района, мы не говорим, что наша ЖКХ в системном хуже, менее модернизирована. У нас очевидно разные условия. При тех же финансовых средствах удалось больше модернизировать ЖКХ города. Есть риски, что в случае обвинения наши средства коммунальных предприятий будут отвлечены. Один из самых животрепещущих вопросов льготы сельских учителей и врачей тоже обсудили. Никита Белых пообещал, их отменять никто не собирается. Новость о возможном слиянии сегодня обсуждали и сотрудники районного центра культуры. Например, житель Слободского Борис Минчаков от перспективы из человека городского превратиться в жителя Слободского городского поселения не в восторге. Уверен, пострадает и его статус горожанина, и интересы Слободского. Лично для меня, как для жителя города, будет хуже. Потому что, во-первых, бюджет города, какой бы он ни был плохой, он пополняется больше собственными средствами, так как в Слободском больше предприятий прибыльны. В районе же бюджет едва ли процентов на 20 пополняется только собственными средствами, а остальное – дотация из области. Если произойдет объединение города и района, значит бюджет будет один общий районный. То есть деньги район будет высасывать из города. На совещании сегодня пообещали, объединять город и район насильно не будут, все плюсы и минусы изучат. Депутатам городским и районным поручили через месяц подготовить предложение. Юлия Афанасьева, Николай Чалов, Бюро новостей Дайвича.